Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня будем обсуждать новости спортивной жизни региона. И не только. Присоединяйтесь. Павел Анатольевич Старосветский. Начальник управления спорта и туризма Гомельского облсполкома. Родился в Гомеле в 1976 году. Окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Трудовую деятельность начинал учителем физ. воспитания средней школы номер 45 города Гомеля. С 2000 по 2004 годы работал преподавателем в Гомельском ПТУ номер 126, администратором, инженером материально-технического обеспечения, общество с дополнительной ответственностью комплексной системы безопасности, играл в любительском гонбольном клубе в Польше. В 2004-2008 годах был тренером, исполнительным директором Гомельского гонбольного клуба, тренером-преподавателем областной дюшор по игровым видам спорта, ведущим специалистом управления физической культуры, спорта и туризма облсполкома. С 2008 по 2015 годы возглавлял гонбольный клуб «Гомель». В 2015 году назначен директором Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта. В 2018 – заместителем начальника управления спорта и туризма Гомельского облсполкома. В нынешней должности – с декабря 2019 года. Вопросы Павлу Старосветскому можно задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле – 340 043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Здравствуйте, Павел Анатольевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мало какие явления когда-либо так влияли на спортивную жизнь во всем мире, как пандемия коронавируса отменились, а в лучшем случае прошли при пустых трибунах практически все старты. Как удалось с учетом этой непростой ситуации перестроить работу на Гомельщине? Ну, знаете, честно говоря, для нас это спортсмены привыкли таких жить и работать в стрессовых ситуациях, но ситуация нестандартная. А еще спортсмены первыми, по сути, приняли удар. Первые приняли удар в марте, гемельчане приняли удар, но вместе с тем и наши спортсмены, белорусские в том числе, очень быстро перестроились и приняли абсолютно новую схему подготовки, которая предполагала в себя осуществление тренировочного режима в закрытых условиях. В частности, я могу сказать, что практически все национальные команды Республики Беларусь находились на закрытых базах, таких как в Стайках, в Заславле Грибной канал, в Центре Олимпийской резервы, в Центре Республиканской подготовки по художественной гимнастике, что фактически никак не повлияло не на подготовку спортсменов, но и самое главное, положительно повлияло на их физическое состояние. Потому что все-таки мы видим, что многие люди переносят ковид, которые переболели, довольно-таки хорошо, спокойно, но мы не знаем, как это, возможно, повлияет на физиологию спортсменов в будущем. Поэтому мы и в лице Министерства спорта приняли максимально все условия для того, чтобы ограничить. Что значит ограниченная закрытая территория? То есть фактически туда осуществлялся пропускной режим, замер температуры, посторонним туда вход был запрещен. Это касаемо высшего звена. Что касается Гомельской области, все наши школы работали в штатном режиме, мы не закрывались. Родители сами принимали решение, приводить детей или их не приводить. Во всех школах были приняты максимальные меры противоэпидемиологические, согласно рекомендациям. Я их перечислять не буду, они все более чем. И я могу сказать, что в связи с этим, конечно же, на наших объектах стали меньше посещать люди их, но с уверенностью скажу, что посещение спортивных объектов намного-намного безопаснее, чем посещение объектов нашего повседневного быта, таких как магазин, общественный транспорт. То есть рекомендуете возобновить тем, кто забросил тренировки в этот период? Совершенно верно. Я хочу сказать, что более чем люди уже возобновляют, возобновили, но еще есть такой, знаете, сомневающийся. Есть, конечно, есть. Но об этом еще мы попозже поговорим. А вот как вы думаете, то, что не было у спортсменов, у профессионалов, у членов сборных возможности куда-то выезжать, ну за рубеж в частности, и участвовать в соревнованиях, это плохо скажется или, в общем-то, не так много времени прошло? Это не есть хорошо. Потому что любой учебно-тренировочный процесс предполагает определенные циклы. А каждый цикл предполагает подготовку и участие в спортивных соревнованиях. Это как школа. Спорт – это фактически та же школа, только уже в таком более глобальном. То есть ты сначала учишься, потом у тебя контрольная работа, либо какой-то средств. То же самое и в спорте. И для чего это делается? Для того, чтобы понять, правильно ли ты идешь. Потому что, опять-таки, если мы берем высшее звено, то на каждых спортивных соревнованиях у тебя берутся различные химические и биохимические анализы. Могу сказать, что не есть это хорошо. Но уверен, что все были в таких условиях, не только наша команда. Поэтому на международных стартах все будут в одинаковых условиях. И вот сегодня прилетела юношеская команда из Сербии. Значит, по гребле академической наши спортсмены в Гомельской области завоевали пять медалей. Это прекрасно. Я поздравляю нашу команду. Мы всегда очень гордимся представителями нашего региона, которые возвращаются с победой. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы уже в эфире. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Я из Будокошелева. Я много раз и даже, можно сказать, много лет ездила кататься на каток, который находится на улице Косарева. И потом зимой из-за обвала снега покрытие его обрушилось. Скажите, пожалуйста, планируют что-нибудь сделать? Был замечательный каток, очень хороший. Хочется, чтобы его починили и снова туда ездить кататься. Спасибо огромное за звонок и за вашу активность. Павел Анатольевич, пожалуйста, прокомментируйте. Я отвечу. Я могу гарантированно сказать о том, что в этом году каток работать будет на Косарево. Там закуплено новое оборудование, проведены профилактические работы. В прошлом году он не работал именно по этой причине. По покрытию в этом году мы покрытие не установим там, но будут предприняты персоналом все условия для того, чтобы своевременно проводить чистку снега. Но самое главное, что жители и микрорайона, и гости нашего города смогут воспользоваться этим катком. Спасибо. Продолжим нашу беседу. Вы сравнили спорт высших достижений со школой. Так вот, уже совсем скоро главный экзамен для спортсменов. Это Олимпиада, которую, к сожалению, вынужденно пришлось перенести, отложить. Фактически на годы. В 2021 году она состоится. Как вы думаете, вот это ожидание, это дополнительное время на подготовку, это, в общем-то, сыграет в плюс? Или это потерянное время? Опять-таки, все были и есть в равных условиях. Всех спортсменов топовых выводили к Олимпийским играм 2020. Их выводили, вывели, но вместе с тем, на сегодняшний день в Гомельской области есть завоеваны 12 лицензий по пяти видам спорта. Обычно сколько у нас? Сколько было в прошлый раз? В прошлый раз было около 18. Да. Значит, они завоеваны и они, соответственно, остаются у нас. Значит, пять видов спорта, я их перечислю, это гребли на байдахах и каное, гребли академические, конный спорт, плавание и современное пятиборье. В принципе, по этим пяти видам спорта мы ожидаем медали. Я здесь могу с уверенностью сказать, мы их ждем, мы их ожидаем и в этих спортсменов верим. Также мы ожидаем... Ну, это наши традиционные лицензии. Да, еще ряд лицензий по ряду видов спорта, таким как бокс, борьба вольная, поэтому процесс идет тренировочный и я уверен, что как бы плохо это или хорошо, сейчас нужно выходить из ситуации, которая сложилась. И для этого у нас есть высококвалифицированные специалисты, тренеры, которые приложат максимум усилий своих, как говорится, умственных, а уже Министерство спорта в лице местных органов власти будут обеспечивать их спортивную подготовку финансами, ресурсами. То есть думаете, что еще лицензии у нас будут? Я в этом уверен. Это еще не конец, еще будут соревнования и возможность их получить. А среди молодых имен кого-то открыли? Вот как действительно перспективного, кто может выйти на такой уровень? Значит, у нас, знаете, есть пословица «не меняют», как говорится. Поэтому мы, ставка на тех спортсменов, которых было сделано, она и остается. Резерв, который есть, он у нас всегда был, без него нельзя. У нас очень хороший резерв в современном пятиборье, очень хороший резерв. У нас очень хороший резерв, опять-таки, в традиционных наших спортах, как гребли на байдарх, канула. У нас хороший резерв в боксе, ряд видов спорта. Но это резерв, и для этих ребят есть определенные соревнования, их уровни, это молодежные старты. А уже все-таки, знаете, быть лидером среди молодежи, это не значит быть даже в середине на мужском, женском, взрослом чемпионатах или олимпийских играх. Это абсолютно другая психология, абсолютно другая подготовка. До этого нужно, как говорится, дорасти. Но практика показывает, и жизнь показывает, что и молодые достигают колоссальных успехов на международных стартах. Да, и фундамент будущих достижений, это как раз училища Олимпийского резерва, это спортивные школы, где туда приходят еще совсем маленькими ребята, и там, как правило, их и замечают, и потом уже тренируют более целенаправленно. Вот сейчас, как в этом году стартовал учебно-воспитательный и тренировочный процесс? Совершенно верно. Вот те специализированные учебно-спортивные учреждения, учреждения образования в лице училища Олимпийского резерва, это тот фундамент, который дает вот эту плату, на которую мы готовим потом высшее звено. Учебный процесс стартовал, мы ожидали худшего. Но у нас все группы укомплектованы в полном объеме. У нас по ряду видов спорта, таким как традиционным, ощущается ажиотаж. Это такие, как плавание, все виды гимнастики. У нас переизбыток даже, можно сказать, людей. Мы не готовы охватить всех. Поэтому там, и я хочу обратиться и к населению, чтобы понимали, с пониманием отнеслись, все-таки там ужесточены требования на набор. Все-таки спортивная школа основной задачей – это подготовка, высшее звено подготовки. Это национальные команды, училища Олимпийского резерва. То есть просто научиться плавать, если мы будем говорить о том, что есть вот «я хочу научиться плавать» и «я хочу научиться плавать», то есть будут отбирать уже по иным каким-то данным, таким как антропометрия, может быть, еще какие-то моменты. Но это уже тренеры, специалисты смотрят. Поэтому здесь это нужно отнестись к пониманию. Мы не можем на бюджетной основе охватить всех, кто… Да, это может быть, конечно, обидно, если отказывают. Сложно же, наверное, признать, что не дотягиваешь. Но у нас всегда есть альтернатива. Всегда предлагается либо, возможно, перейти к другому тренеру, либо перейти на платную форму обучения. А уже с платной формы обучения, если ты показываешь определенные результаты, тебя могут, не могут, а обязательно переведут на бюджетную форму обучения. Это нормальная практика. То есть популярностью пользуются такие традиционные виды, да? А есть где-то недобор? Может быть, что-то недостаточно развитое? У нас есть виды спорта самые массовые. Я их назову, это три. Это у нас футбол, плавание и легкая атлетика. Это количество занимающихся в Гомельской области по каждому виду спорта более трех тысяч. То есть это очень много. У нас есть виды спорта такие, как баскетбол, да? Они людей, желающих, может быть, и много, да? Но география вида в том же городе, она не столь большая. Ну, это в силу отсутствия кадрового потенциала. Может, хотелось бы его и больше. Но на сегодняшний день ужесточены условия по тренеру-преподавателям. То есть это уже должны быть квалифицированные специалисты, которые получили образование до прошлого года. Это нужно было закончить в Белорусской государственной сети физической культуры. С прошлого года уже нашли понимание. И мы, вернее, нас поддержали, что ГГУ имени Францисса Харины традиционно возобновляет подготовку тренеров-преподавателей по определенным видам спорта. Развитие материально-технической базы, спортивной инфраструктуры в последние годы был сделан колоссальный вклад. У нас появился ряд потрясающих объектов. И лыжероллерная трасса, и спортивный комплекс на Портовой, и стадион на Луче, и бассейн новый у нас был открыт. Как вы оцениваете эффективность использования? Насколько они заняты? Как используются их возможности? Ну, рывок, конечно, был колоссальный. Я могу сказать, что за последнее, наверное, если брать десятилетие, то, может, даже и больше, этот год был самым насыщенным. Вот, этот и прошлый год. Объекты насыщены по-разному. Если у нас лыжероллерная трасса насыщена в меньшей степени, и я понимаю, что это все-таки по причине того, что сам вид спорта, он менее популяризирован на сегодняшний день в городе Гомель у нас, как, условно, волейбол пляжный. И если мы провести параллели со стадионом Луче, где все его воспринимают как стадион и воздухоопорное сооружение в простонародье Дутик, да, это футбольный манеж, но там есть еще и площадки для пляжного волейбола. Так я вот хочу сказать, что в этом году 8 соревнований республиканских уровня первенства Республики Беларусь проведено на этих площадках. И было установлено, если могу ошибиться, но, по-моему, 6 рекордов посещаемости спортсменами самими. То есть настолько много заявилось пар, что это действительно был рекорд. И спасибо общественному объединению Гомельская областная федерация волейбола именно за ту организацию вместе с персоналом ДСШ номер 6. Это было действительно такое не просто соревнование, а, как я говорю, помимо соревнований должно быть, знаете, около соревнований. То есть там было и торговля организованная, и люди, знаете, такой формат совершенно другой. Ты можешь прийти полежать на травке, да, посмотреть, понаблюдать. Интересно. Поэтому я полагаю, что эти объекты, они загружены. На сегодняшний день портовая, это, конечно, тоже открыт этот объект. Там он в большей степени, это учебно-тренировочная база училища Олимпийского резерва, но также там оказываются услуги, в частности, бассейна. Но на сегодняшний день мы прилагаем, конечно, максимум усилия для того, чтобы людям сказать, рассказать. Я пользуюсь случаем, говорю, что этот бассейн открыт. Пожалуйста, приходите. В рамках свободного времени по расписанию услуги предоставляются. Это, как правило, рано утром и уже в вечернее время. Да, может быть, об этом просто недостаточно знают, потому что другие подобные объекты в Гомеле более чем активно востребованы. Да, совершенно верно. Спасибо большое. Сейчас предлагаю посмотреть сюжет как раз в продолжении этой темы. Этот стадион был построен заводом «Луч» в 1978 году. Тогда предприятие занималось исключительно оборонными проектами, а потому имело хорошие прибыли и могло позволить себе реализацию дорогих проектов. Правда, со временем даже под тем меркам самое лучшее оборудование пришло в состояние непригодного к эксплуатации. Вначале установили скамейки для зрителей, потом очередь дошла и до более масштабной модернизации, включая замену беговых дорожек. Срок службы 15 лет того покрытия было, а лежало оно 28. То есть с 1992 года это было одно из лучших покрытий в республике, когда его положили. Ну и в 2019 году меняли оно практически. Оно два срока своей службы отлежало. Одним из первых новое покрытие оценили учащиеся Гомельского государственного технологического лицея. Вообще, как бюджетная организация, это учреждение образования использует стадион бесплатно. Однако во время реконструкции для занятий физкультурой лицею приходилось искать другие площадки. Тем более приятно вернуться на обновленную базу. Очень удобно, главное, что детям очень нравится бежать по комфортным дорожкам. Очень удобно отталкиваются ножки, не забиваются. Ну и вообще сама красота, интерьер красивый, раскраски красивые. Очень приятно здесь, красиво, удобно. Еще одно современное искусственное покрытие находится в так называемом воздухоопорном сооружении, более известном как крытый футбольный маниш. Сегодня здесь занимаются несколько команд, принадлежащих различным ведомствам. Это сооружение действительно европейского уровня. Здесь можно проводить международные соревнования. Установленная система «Умный дом» позволяет поддержать все необходимые параметры – от освещения до температуры. Во время посещения манежа внимание нашей съемочной группы привлекла тренировка девочек. Сегодня идет набор в группу женского футбола. Принимают детей в возрасте от 7 лет, желающих заниматься этим видом спорта. Возможно, кто-то из них со временем станет даже чемпионом мира. Однако сами воспитанники о таких «Олимпах» пока не мечтают. В футболе мне нравится, что там классно, стадион большой, тренер классный, интересные задания задают. Во время приезда нашей съемочной группы в тренажерном зале 6-й детско-юношеской спортивной школы было немноголюдно. Хотя, по словам инструкторов, этот зал пользуется популярностью. Здоровый образ жизни для многих – не просто крылатое выражение. Дмитрий Морозов, хотя и имеет проблемы со здоровьем, в тренажерку ходит по несколько раз в неделю. Два-три раза в неделю. Зачем, мне кажется, каждый мужчина должен держать себя в форме? В администрации 6-й детско-юношеской спортивной школы уверены – это учреждение должно не просто эффективно работать, но и приносить реальную прибыль. Здесь стремятся создать все максимально возможные условия для занятия спортом. Недавно, например, построили площадки для занятий пляжным волейболом. В планах на следующий год строительство площадок для волейбола паркового, плюс беговые дорожки с эстакадами. Данный объект сейчас загружен на порядка 90%. У нас здесь занимаются наши тренеры, а также, если это отделение по футболу, это СДЮШОР-8 и профсоюзная школа ДЮСША-ДСК. Кроме нашего отделения по легкой атлетике, кроме наших тренеров, занимаются тренеры отделения легкой атлетики Центра Олимпийского резерва по легкой атлетике, дальше училище Олимпийского резерва Гомельского по легкой атлетике отделения, также профсоюзная школа КЛЁН и БФСО «Динамо». Вы смотрите «Диалог». Начальник управления спорта и туризма Гомельского облсполкома Павел Старосветский. Сегодня у нас в гостях. Павел Анатольевич, какие планы по развитию спортивной инфраструктуры в районах? Там люди тоже хотят и ходить в бассейн, и заниматься в тренажерном зале. Какие у них есть для этого возможности? Планы у нас грандиозные. Если в этом году мы уже с уверенностью можем сказать, что мы заканчиваем и где-то уже на каких-то объектах закончили в Музыре в рамках благоустройства. Один спортивный зал закончили, второй спортивный зал закончили. И уже в ноябре месяце мы заканчиваем вторую очередь реконструкции стадиона «Юность». Там будут установлены в том числе мачты освещения. И уже игры футбольного клуба «Славия Мозырь» можно будет проводить для удобное для болельщиков время вечернее. Что это будет уже показателем определенным. Что касаемо перспективы на будущих год, это мы обязательно закончим реконструкцию спортивной школы в Светлогорске в вторую очередь. Мы обязательно заменим систему водоподготовки в бассейне «Корма». Это вроде не новый бассейн, но водоподготовки – это самое важное. Когда ты приходишь и прыгаешь в голубую воду, конечно, хочется плавать. А из грандиозных проектов – это у нас мы решили все-таки закончить начатое. Это в Светлогорске будет закончена все-таки ледовая площадка. В следующем году будет завершена корректировка проектно-сметной документации. И в 2022 году планируем закончить наш наболевший долгострой в Жлобине. Это тоже ледовая арена. Мы, знаете, начинать, когда не закончил начатое, не совсем верно. То есть вот это такие планы уже вперед. Я уже не говорю о текущих ремонтах таких мелких. Спасибо, будем следить за новостями. Павел Анатольевич, есть несколько вопросов у нас на нашем портале Viber по видам спорта, по командам. Как будет осуществляться поддержка регбийных клубов «Севенлинкс» и «Кватро»? В Гомеле есть регби. Не самая популярная игра. Это, конечно, не футбол, не хоккей. Но я думаю, что клубы эти вам знакомы. Ну, значит, у нас клубы по игровым видам спорта, их поддержка осуществляется в рамках 191-го указа. То есть этот указ позволяет при определенных условиях, которые соблюдены, они там все прописаны, получить финансовую поддержку в виде спонсорской помощи. Значит, у нас бюджетного финансирования для клубов по игровым спорту на сегодняшний день не предусмотрено. Все наши клубы – это за счет спонсорской поддержки. Поэтому говорить о каком-то сотрудничестве мы можем. А если мы говорим о финансировании, то пока этот вопрос не стоит. Спасибо. Следующий вопрос о развитии женского футбола. Вот мы как раз в сюжете видели о том, что такая инициатива есть. В регионе сегодня есть команда энтузиасток, а Гомельщина – единственный регион без женского футбола. Ну, с этой инициативой несколько раз обращался к нам Владимир Александрович Базанов. Это председатель Федерации Ассоциации Белорусского Футбола. И этот вопрос мы сейчас его рассматриваем. Это не очень так сказать, что да, давайте мы сегодня сделаем. Потому что, опять-таки, это финансирование. Прежде всего, не проблема создать, а проблема потом осуществлять и участвовать в чемпионате. Потому что, все-таки, как бы мы ни хотели, это определенные денежные средства. И, наверное, вот прямо сегодня, да, не то время. Но у нас команда была, мы участвовали в чемпионате, я это очень хорошо помню. И я уверен, что команде по женскому футболу, конечно же, в городе Гомель быть. Об этом не говорят так широко, но на самом деле в этом году Гомельскому футболу 110 лет. И именно с матча в Гомеле началась футбольная история всей нашей страны. К сожалению, сегодняшние реалии таких особых поводов для гордости нам не дают. Что сейчас происходит с футбольным клубом Гомель? Есть ли какая-то стратегия дальнейшего развития, возрождения славных футбольных гомельских традиций на Орсбеке? Соглашусь. Соглашусь с вами, что футбольный клуб Гомель не только в этом году, но и в прошлом году он нас особенно не радует. Если в этом году, я уверен, что мы все-таки выйдем в высшую лигу, и задача эта стоит... Уже в этом году, в 20-м? Ну, мы в этом году будем знать, выйдем мы или туда не выйдем. Я все-таки уверен, что мы туда выйдем, потому что потенциал команды, бюджет команды, инфраструктура команды, все позволяет для того, чтобы они это сделали. А уже ставить задачи и под высшую лигу, потому что, понимаете, мало туда попасть. Вот если здесь мы приходим на стадион, мы видим победы, мы видим заработанные очки, и нам приятно, как болельщикам, то это одно. И где-то мы в душе забываем, что мы, возможно, забываем. Не все, конечно, что мы играем в первой лиге. А когда мы будем приходить в высшую лигу, то там уже должен быть совершенно другой состав, на мой взгляд, да, который будет показывать совершенно другой уровень игры. Поэтому стратегия – это прежде всего выйти в высшую лигу и скомплектовать команду для успешного выступления. Ну, успешное выступление – это тут по-разному можно, да. Какие задачи будут ставить? Ну, я не буду говорить, что мы будем ставить какие-то максимальные задачи, да. И также не буду говорить о том, что мы будем ставить задачи удержаться в высшей лиге. Но закрепиться в серединке – это, как бы, я думаю, такая задача, она будет поставлена руководству клуба. Ну, и на этом фоне было бы несправедливо не отметить такие клубы, как «Локомотив» и «Славия», у которых нет таких мощных ресурсов, да, как у «Гомеля», но которые при этом выглядят, наверное, даже увереннее. Соглашусь опять с вами. Ну, «Славия» – это хороший середнячок высшей лиги. И я с уважением отношусь как к руководству этого клуба и как к спонсорам этого клуба. Не только «Локомотив» и первой лиги, у нас еще есть спутник «Речица», который на сегодняшний день идет на первом месте, и которые также могут выйти в высшую лигу при соблюдении определенных условий. У нас на сегодняшний день четыре команды играют в первой лиге. Что, как бы, это… Это хорошо. Это хорошо, да. Есть у нас пропущенный видеовызов. Не пытайтесь, пожалуйста, звонить на «Вайбер». Звонить можно только в прямой эфир 340-043. Попозже… Вижу ваш вопрос, да. Попозже обсудим. Еще хотелось бы по игровым видам немножко пройти. Недавно начал новый сезон хоккейный клуб «Гомель». Четвертое место в Кубке «Салея». Это скорее хорошо или скорее неудача? Вы знаете, я хочу сказать, что хоккейный клуб пока очень сильно радует. И, честно говоря, даже где-то неожиданно. Это некрасиво по отношению к спортсменам, но я и тренеру, и всем спортсменам жму руки. Но тот результат, который они показывают сейчас, это подряд, по-моему, пять побед. У всех грандов выиграли. Если они выиграли у всех грандов, и выиграли ни одну, ни по две шайбы, то четвертое место в результате Кубки «Салея» это правильная стратегия тренера. То есть Кубок «Салея» это был как подготовительный этап для самого главного старта. Это чемпионат Республики Беларусь. И я хочу пожелать команде, чтобы они также успешно дошли до конца сезона. Ну и, конечно, мы не можем не затронуть наш гандбол. Женская команда, они молодцы. Они действительно умницы, профессионалы и трудяги. И они стабильно в лидерах. А что с ребятами сейчас происходит? Ну, ребята на сегодняшний день там, я поясню телезрителям, произошла перестановка тренерских кадров. Значит, Цыганков Сергей Николаевич, он сейчас перешел на другую работу, но он тоже остался тренером по гандболу. Туда пришел специалист. Российский специалист, но который уже на протяжении более 10 лет проживал в Бресте, работал в структуре БГК Мешкова, тренер фамилии Вомочилов. И начали они с успеха. Я могу сказать только, что они разгромили, не просто выиграли, а разгромили команду спортивного клуба армии «Скаминск». Выиграли. Это уже говорит о том, что, опять-таки, стратегия, выбранная руководством клуба, выстроена совершенно правильно, совместно с областной федерацией. Вы настроены оптимистично. Конечно. А по-другому спорте нельзя. Пожелаем успешных стартов нашим спортсменам. И хотелось бы еще успеть поговорить, конечно, и о развитии туристической отрасли, которая в 2020-м понесла, наверное, самые колоссальные потери. Понятно почему. Но в то же время, наверное, с ее ограничениями, пандемией, появилась возможность как-то по-новому взглянуть на внутренний туризм. Если люди никуда не смогли поехать далеко, в другие страны, то наверняка воспользовались возможностью, чтобы открыть что-то новое, что-то красивое здесь, на родине. Вот заметили ли вы эту тенденцию? Ну, могу сказать, что для всей отрасли это такая, знаете, такая кнопка перезагрузка. Вся отрасль перезагрузилась. Особенно это касаемо туристических операторов, которые сами проявили инициативу. Мы провели не один круглый стол для того, как же быть, как же быть в этой ситуации. Потому что грозило, что очень много людей останутся без работы. В отрасли туризма более 40 тысяч человек могло остаться просто без средств существования, если бы где-то вовремя и не перестроились. Ну и, конечно же, где-то мы со своей стороны людям подсказали населению очередной раз. Потому что наш отдых весь был, как говорится, заряжен за пределы Республики Беларусь. У нас никто внутри даже не смотрел. Хотя мы уже со своей стороны очень много говорим о тех красивых местах, о тех условиях, которые есть разные. Есть бюджетные, есть люксовые, есть очень хорошие. Но мало говорить, нужно просто взять, как я всегда говорю, и один раз попробовать. И не надо выезжать на месяц. Выйдите на два дня и попробуйте. На сегодняшний день просто для себя определите. Я сейчас не говорю про Гомельскую область, я говорю за всю страну. Определите там 3-4 столпа, которые вы должны побыть там. На вскидку Беларусьская пуща, Нарочь, Брославские озера. И вот побудьте там, там, там. И вы поймете, что это достойно. Спасибо огромное. У нас есть телефонный звонок на линии. Пожалуйста, я прошу вас коротко и по сути. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Хотели бы задать такой вопрос. Раньше наша гомельская мужская команда по баскетболу занимала лидирующие позиции. А что сейчас с ними случилось? Почему сейчас их нигде не видно? И так сказать, плачевно все. Спасибо огромное. Что с баскетболом происходит? Спасибо за вопрос. Значит, в этом году произошло реформирование мужской команды по баскетболу. Она, если раньше она была в составе Центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта, сейчас она полностью находится в составе государственного учреждения Гомельский областной клуб по игровым видам спорта. Более того, значит, команда молодая. На сегодняшний день все ребята получают заработную плату, небольшую, но они ее получают. И разрабатываются стратегии для того, чтобы уже в следующем году где-то укрепиться спонсорскими денежными вливаниями, чтобы показывать более-менее достойный результат на уровне чемпионата Республики Беларусь. Но команда это есть. Спасибо огромное. Мы продолжаем разговор о туризме. Мы говорили о внутреннем туризме. И, мне кажется, одно из самых перспективных направлений это военно-исторический туризм. Приятно, что в это время у нас появляется, по сути, новый маршрут. И предлагаю о нем посмотреть презентационный ролик. Уникальный военно-патриотический маршрут «Вечная память Юживы». Он посвящен сохранению исторической правды о героическом прошлом нашего Отечества. Маршрут включает три комплекса. Мемориал операции «Багратион», мемориал-памятник детям-жертвам Великой Отечественной войны «Красный берег» и мемориальный комплекс «Ала». Приехав сюда, вы увидите, с каким уважением белорусы относятся к памяти о Великой Отечественной войне и как берегут мир, завоеванный ценой миллионов жизней. Павел Анатольевич, маршрут действительно интересный, действительно важный и зрелищный, и имеющий воспитательные цели, такую окраску выраженную. Уже он работает? Он уже работает. Я могу сказать, что послужило толчком для того, чтобы таким, как говорится, мы провели действительно колоссальную работу для того, чтобы это все сорганизовать. Это все-таки открытие мемориального комплекса «Ала», который находится в программе этого маршрута. Мы собрались, вот как раз то, что я говорил выше, с представителями туристических агентств, так а что надо? Дайте нам продукт, который мы будем продавать, только дайте нам его качественные и хорошие. Все, что у нас пришло на ум, это, знаете, такое вот безболезненно, без этого, кажется, вот у нас это есть. Но оно опять-таки есть, но оно не раскручено. И нами было принято решение сделать качественный материал, провести ни один и ни два презентационных маршрута. Мы возили туда туристических операторов. Там целая программа и с питанием, и без питания. И я считаю маршрут успешный. Я хочу сказать, что ролика есть два. Это вот мы показали презентационный, есть еще ролик рекламный. Он около пяти минут. Он размещен на сайте? Размещен на нашем сайте, да. И я могу сказать, что когда его смотришь осознанно, то, честно говоря, берет дрожь. И вот мы были на празднике в Лясковичах этнокультурном, и мы показывали людям, люди проходили, просто останавливались. И его надо обязательно послушать, вот, именно то, что там говорят. Значит, на сегодняшний день все материалы, все эти ролики безвозмездно переданы в горы из полкомы. Они переданы в управление образования. Для этот ролик пяти минутный, для того, чтобы его презентовали на классных часах детям. Я думаю, что это уже работа проводится. И знаю, что, ну, это нам уже обратная связь идет и от Аллы, от Красного берега, да, о том, что, знаете, люди едут. Люди едут. И я могу сказать, те люди, которые приехали, они восхищены. Это не реклама. Это действительно так. Потому что мы живем здесь рядом, вот, а мы, места, конечно, очень, очень, вот. Но туда стоит съездить и самому, вот, но все-таки лучше съездить в составе группы, когда тебе это расскажут. И когда ты прочувствуешь вот ту боль, которая, ну, там, мы должны помнить об этом, правильно? Да, и должны знать обязательно. Об этом должны обязательно знать дети. Это страшные истории. Об этом должны рассказывать профессионалы, которые учитывают и особенности детской психологии. Я думаю, что в этом направлении мы будем работать и дальше. Уже буквально, я думаю, что в течение этого месяца откроется туристическая тропа, маркированная до партизанской клинички. Вот, кстати, у нас есть вопрос. Есть ли какие-то экологические тропы? Вот ее можно будет вот в этот разряд включить, да? Ну, скорее нет, наверное. Скорее на патриотическое. Она скорее патриотическая будет. Она будет по лесу. Все ее, многие знают ее, эту тропу. Да, и используют. И используют. Но мы хотим ее сделать более так хорошо. А все экологические тропы находятся на сайтах наших областных и районных лесхозов. Они там есть. Спасибо. К сожалению, вынуждены завершить наш делок. Благодарю вас. Спасибо за приглашение. Спасибо. Начальник управления спорта и туризма Гомельского облсполкома Павел Старосветский был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова